В набережных Челнах капитально отремонтируют два моста. Они расположены на первой автодороге в районе НТЦ и на пересечении проспектов Вахитова и Мира. Но к этим объектам добавился еще один. Работы на нем будут проводиться внепланово. Речь идет о мосте в районе гараж 500, с которого на прошлой неделе сорвался автомобиль. Подробности у моей коллеги Эльмиры Гайнудиновой. «Авария произошла 10 января. С тех пор прошло пять дней. Однако забор до сих пор не восстановили. Территорию огородили лентами, которые успели уже порвать». Сложившиеся ситуации недовольны автолюбители. Они уверены, отсутствие ограждения грозит повторением сценария – падением машины с моста. Из-за ежедневных осадков на обочине скапливается снег и высока опасность заноса автомобиля. «То, что снег не убрали, я считаю, это опасно, потому что все-таки при прямом выезде машину может выкинуть, то есть повторится опять аварийная ситуация». «Ленты, они в смысле что-то могут, какую-то безопасность что ли создать. Тем более при ночном освещении, ночью, их вообще не будет видно. Должны большие высокие заборы здесь стоять, металлические. И плюс освещение должно быть». Сегодня дорожники все же приехали на реставрацию объекта. На полное восстановление потребуется несколько дней. Сложности добавляют промерзшая земля и работы на высоте. «Столбы приварить надо. Делаем основание, чтобы приварить. Столбы приварим, потом сделаем секции». А вот мосты на первой автодороге в районе НТЦ и на пересечении проспектов Вахитова и Мира дождутся ремонтников нескоро. Хотя их здесь с нетерпением ждут. Претензии есть как у челнинцев, так и у гостей города. «Мост старый, еще 70-х готов, насколько я наслышана. Весь уже пошорканный. Надо переделывать». «Порядок-то, конечно, надо бы привести. В таком состоянии не должен находиться мост». Планируется, что работы под мостами стартуют в теплое время года. Строители приведут ремонт лестниц, железобетонных подпорных стен, заменят старые лампы и многое другое. Эльмира Гаинудинова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.